Оснащенность пешеходных переходов вблизи школ стала темой обсуждения за круглым столом Общероссийского народного фронта. Кроме активистов, на совещание пригласили сотрудников госавтоинспекции, чиновников от администрации и экспертов из ФАР. История с проверкой прилегающих к школам участков уличнодорожной сети началась в августе, когда в ходе рейда были выявлены многочисленные недочеты. С этим списком несоответствий нормам активисты обратились к руководству муниципалитетов. Через некоторое время от чиновников города пришел официальный ответ. Успокойтесь, граждане, все устранено. Фронтовики на слово не поверили, вышли с ревизии. И ничего. Оказалось, работа над ошибками проведена только на бумаге. Там, где ветки заслоняли дорожные знаки, на помощь чиновникам пришла осень. Листья пали, указатели видны. Но ведь это временно. Было у нас предложение, чтобы в районе школ расположить лежачих полицейских и установить скоростной режим 40 километров в час. Для многих, кто не знает, все считают, что вот эти знаки устанавливает государственная автомобильная инспекция и полицейских тоже раскладываясь по городу. Это абсолютно не так. Это все дело муниципалитета. Со мной согласитесь. Приезжаем, проверяем. Полицейского нет. Подложек нет. Под подложками активисты имеют в виду ярко-желтый фон, обрамляющий знак. Таким образом, как правило, обозначают опасные участки дороги для привлечения внимания водителей. За все руководство города пришлось отвечать заместителю начальника управления благоустройства городской мэрии. Вопросов у нас много. Никогда от них не отнекиваемся. Выполняем, может, где-то что-то упускаем. Но то, что как бы не работаем, я думаю, нельзя такого сказать. Как ни крути, все сводится к финансированию. Парирует чиновник. И рады бы делать больше, но денег нет. На самом деле, на все про все в городском дорожном фонде 700 тысяч рублей. Один только маломальский правильно обустроенный переход у школы стоит никак не меньше 600. Правда, средства бы выделялись увереннее, будь на балансе областного центра больше улиц. Сейчас их столько, сколько в Кинишме. Отсюда и равные показатели финансирования. Дорожными проблемами активисты Народного фронта занимаются несколько месяцев. Активист Фар Илья Пегалкин варится в этом годы. И точно знает, в чем проблема. В прошлом году готовилась заявка на участие города в федеральной целевой программе. В ней была указана необходимость финансирования 37 дорожных камер, 12 новых светофоров и 41 пешеходного перехода. Как итог, получено меньше процента от необходимой суммы. И именно здесь могли бы помочь связи активистов Народного фронта, действующих в интересах людей и лично главы государства. Хотя сами они не все нюансы ситуации понимают, но тут эксперты Фар готовы помочь и растолковать. Молодцы, Народный фронт, что озаботились проблемами безопасности дорожного движения. Хорошо, что взяли в первую очередную работу безопасность возле школ. Надеемся, что их близость к нашему руководителю страны позволит Иванову получить чуть большее финансирование на обеспечение этих самых программ. Потому что одна вот такая вот минимальная схема, обозначение пешеходного перехода возле образовательного учреждения стоит как минимум 800-800 тысяч рублей. А у нас этих образовательных учреждений, как нам сегодня сейчас сказали, 51 штука. Таких денег сейчас в городе, естественно, нет. Если получится у общественного фронта, то мы им за это скажем большое спасибо и, конечно, с ними будем сотрудничать. Активисты Народного фронта, в свою очередь, уверены, финансирование – проблема решаемая. Достаточно просто мониторить госзакупки. Так, недавно администрация объявила конкурс на постройку домика для лебедей в зоопарк. Стоимость как раз 60 тысяч. Вывод – найти деньги можно, если знать, где искать. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.